Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите новости на телеканале ТДК-42. В студии работает Сергей Уланов и Аиша Киреева. И в начале выпуска коротко о главном. Поправки в земельный кодекс вызвали большой общественный резонанс. Депутаты выступили с предложениями о запрете продажи и аренды земли. Проект Китая «Один пояс и один путь» становится одним из крупных проектов 21 века. Сегодня по всему Казахстану для учеников прозвучал последний школьный звонок. Акимобласти поздравил выпускников. В Уральске готовят к спуску ледокол. Заказчиком судна является пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. В Казахстане попытку продать земли иностранцам предлагают приравнять к измене родине. Такое заявление прозвучало на брифинге в Астане. Кроме того, компаниям из граничащих с Казахстаном стран предлагают запретить давать землю в аренду. Другие участники брифинга предлагают ввести штрафы за нецелевое использование земель сельхозназначения. Подробнее расскажут наши столичные корреспонденты. Напомним, поправки в земельный кодекс вызвали большой резонанс в обществе. В ряде городов прошли митинги протестующих против сдачи в аренду земель иностранцам. Представители казахской интеллигенции обеспокоены тем, что у иностранцев появится возможность покупать и брать в аренду земли, даже обратились с открытым письмом к президенту страны. Теперь попытку продать казахстанские земли иностранцам предлагают приравнять к измене родине. Я все-таки еще раз наставить, для того, чтобы окончательно всех успокоить. Вот формулировка «земля иностранцам продаваться не будет» недостаточная. Я вот такой сижу рядом с Кохарманом, генералом. Я все-таки считаю, что надо прописать в законе попытка продажи земли иностранному гражданину приравнивается к измене родины. И это людей успокоит. Другой участник комиссии заявил, что необходимо закрепить в законодательстве нормы, исключающие монополизацию земель. Кроме того, по словам Перуашева, во избежание проблем сепаратизма для сохранения общественного спокойствия, а также с учетом интеграционных обязательств Казахстана, следует изучить возможность исключения права аренды земли для компаний из стран, имеющих общие границы с Казахстаном. В дальнейшем, по мере развития рынка, эти параметры могут и даже изменяться, но в любом случае необходимо закрепить нормы, исключающие монополизацию земли даже в пределах одного района. Нужно присмотреть механизмы, гарантирующие приватизацию земли именно теми констанциям, кто ее непосредственно обрабатывает. Нельзя допустить, чтобы сельхозпроизводители работали на рантье за копейки, а основная прибыль уходила из сельского хозяйства куда-то в сторону. Прибыль от аграрного сектора должна обеспечивать его инвестиции и развитие. В свою очередь, коммунисты предлагают ввести штрафы за нецелевое использование земель в сельхозназначении. Также, по словам депутата Ахмедбекова, власти должны наладить конструктивный диалог с представителями всех слоев гражданского общества. Определение максимально высоких штрафов за нецелевое использование. Штрафы полностью оставляют в местных районных бюджетах. А по мнению некоторых казахстанских журналистов, точкой кипения стали не поправки земельного кодекса, а экономическое положение страны на фоне снизившихся цен на нефть и девальвации национальной валюты. Бауржан Шайхмед, Ханизат Успанов, телеканал ТДК-42 из Астаны. Проект «Китая. Один пояс и один путь» становится одним из крупных проектов 21 века. Об этом сообщил глава правительства Казахстана Карим Масимов, выступая на форуме стран «Великого шелкового пути», который проходит в рамках Астанинского экономического форума. Этот проект связывает и объединяет почти три четверти населения Земли. Создает систему, которая будет способствовать трансграничному обмену. Карим Масимов отметил, что «шелковый путь» не просто развивал торговлю, но и стимулировал обмен передовым опытом. Китай никогда не скрывал своей заинтересованности в углублении торгового сотрудничества с Евразийским экономическим союзом, который является для Поднебесной своеобразным мостом в Европу. Китайская концепция «шелкового пути» и казахстанская программа «Нурлужол» созвучны. Отдельно можно отметить инициативу «Один пояс, один путь». Между странами Европейского Союза и Азиатско-Тихоокеанского региона ежегодно курсирует около 6 миллионов контейнеров. Сейчас основная часть этого потока перевозится морским флотом. Вместе с тем транзитный сухопутный маршрут через Казахстан намного короче морского. Концепции и подходы на уровне глав правительств были одобрены. И на следующей неделе в Астане состоится совет глав государств Евразийского экономического союза, где эти решения будут вынесены на окончательное одобрение. И после этого, я думаю, что страны Евразийского экономического союза и программа «Один пояс, один путь» получат практическое применение и ее потенциальное развитие. Самым крупным из автомобильных маршрутов является трансконтинентальный коридор Западной Европы-Западной Китай длиной около 3000 километров. Данный коридор рассматривается как транспортный стержень новой логистической системы. На этом фоне инвестиции в сфере железных дорог представлены скромно. По замыслу правительства, они должны не столько конкурировать с автотрассами, сколько дополнять их. Эти проекты должны расширить потенциал линий, соединяющих Казахстан с Китаем, Туркменистаном и даже Ираном. Параллельно с развитием железнодорожной сети намечено наращивать и мощности причальных комплексов. Здесь как раз огромное значение имеет создание инфраструктуры, создание транспортных путей, общей энергии систем, общих телекоммуникационных линий. Все эти механизмы, они ведут к сближению экономик наших стран, они ведут к сближению норм регулирования, к сближению стандартов, к необходимости лучшей, более плотной координации макроэкономических политик. В общем, зарубежные эксперты сходятся во мнении, что Казахстану нужно продвигать свои товары в Россию и страны Восточной Европы, ведь они недалеко от Казахстана, но самый крупный сосед все-таки Китай. За несколько последних десятилетий Китай показал потрясающий пример экономического роста. КНР поднялась на вторую строчку мирового рейтинга ВВП, при этом опережая по темпам роста даже Америку. И Казахстану нужно воспользоваться таким соседством, где потенциальных покупателей казахстанских товаров больше миллиарда человек. Сегодня последний звонок прозвенел для более 4,5 тысяч западно-казахстанских школьников. Аким области Алтай Кульгинов разделил праздник с учениками Назарбаев интеллектуальной школы. Здесь в плавании по школе жизни пустили 170 выпускников учебного заведения. Глава региона отметил, что для них распахнуты все двери. Назарбаев интеллектуальная школа начала свою работу 4 года назад. Сейчас не обучается свыше 575 учеников, более 100 из которых приехали из сельской местности. В школе работает 10 иностранных педагогов. У нас очень сильно развиты трехязычия. Многие предметы идут параллельно на двух языках, на родном и на английском, соответственно. Большое количество иностранных учителей, которые всегда приветствуют общение вместе с ними. Также много разных дополнительных занятий, кружков. Назарбаев интеллектуальная школа передает свой опыт другим учебным заведениям. Ее педагоги организовали 55 семинар-тренингов, 41 мастер-классы и 105 открытых уроков. По итогам учебного года учащиеся стали победителями 24 конкурсов и олимпиад. В этом году в рамках нового проекта «Мы – одна семья» родителями и волонтерами было организовано 67 мероприятий вместе с детьми. Также мы благодарим членов попечительского совета школы и родительского комитета за постоянную поддержку и развитие школы. В этом году мы видим, что выпускники только этой школы, уже не говоря про другие, уже поступили передовые университеты мира. Лучшие вузы нашей страны ждут с распространенными объятиями вас. Назарбаев университет, все лучшие вузы нашей страны, как в Уральске, как в Алма-Ате, в Астане и в других городах нашей страны. Ежегодно мы видим, улучшается качество образования. Никаких проблем нет. Вы можете обучаться на каком языке, который вы пожелаете, в мировых языках. В номинации «Лучший ученик года» победу одержала Аружан Монтаева. На счету талантливой девушки, четыре года научной работы и четыре патента на изобретение. Я провела в этой школе четыре года, и, конечно, я очень волнуюсь, и, конечно, буду скучать по этой школе, по своим друзьям, по самым одноклассникам, и, конечно же, по своим учителям любимым, и немножко все волнительно. В небо упускают голубей и звучит традиционный школьный вальс – танец прощания с чудесными годами. Большинство из этих школьников 2 и 4 июня встретятся на пунктах сдачи ЕНТ, где будет решаться их дальнейшая судьба. Последний звонок – это большой общешкольный праздник, который адресован выпускникам, учителям и родителям. Он подводит черту и ставит точку в многолетнем учебном марафоне со всеми его уроками и переменами, контрольными работами и домашними заданиями. Сегодня выпускников средней школы номер 7 приехал поздравить заместителя Акима города Галым Оренгалиев. О торжественной церемонии расскажут наши корреспонденты. Последний звонок – это традиционный праздник для всех школьников, но особенно трепетно к нему относятся выпускники школы, так как за пределами учебного заведения их ждет взрослая студенческая жизнь. В этом году в седьмой школе выпускниками станут 94 ученика 11 класса и 130 учеников 9 класса. Я хочу поздравить и родителей, и учителей, и учеников, и выпускников с окончанием учебного года. Пожелать вам всем успешной сдачи экзаменов, успешной сдачи ЕНТ. Те, кто будут отдыхать, набраться сил и здоровья, помогать родителям, и чтобы к новому учебному году полные силы здоровья опять пришли в стены родной школы. Успехов всем и удачи! 2016 год для седьмой школы является особенным, так как он ознаменован круглой датой – 80 лет со дня ее основания. Всего в школе обучается почти 1800 учеников. Из них более тысячи учатся на хорошо и отлично. Среди них много призеров как городских, так и в областных олимпиадах по знаниям и спортивным играм. Седьмая школа всегда славилась выпускниками. Я уверен в том, что выпуск этого года – юбилейный выпуск. Почему? Потому что в этой школе исполняется 80 лет. Вот этот выпуск продолжит дальше славную традицию седьмой школы. Гордость любой школы – это выпускники, которые получают дипломы особого образца. В седьмой школе таких двое. И еще два претендует на особый знак Алтенбельга. Одна выпускница поступает в УЗ США. Из стен школы выпускается чемпион мира по шахматам. И стоит отметить, что старшеклассники, которые сегодня выпускаются из стен учебных заведений, будут развивать и представлять наше государство на мировой арене. Аиша Киреева, Мохамбет Консултанов, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Последний звонок прозвенел во всех школах города. Учеников 32-й школы поздравил депутат городского маслехата 13-го округа от западно-казахстанского филиала Демократической партии Казахстана Акжол Алибек Ажмагамбет. Строгий костюм, белый фартук, яркая лента. У выпускников сегодня заметно издалека. Резвые школьные деньки позади и впереди серьезный вопрос. Куда идти дальше? Многие уже определились с выбором. Кто-то ждет сдачи ЕМТ. Я собираюсь в медицинские поступают. Хочу пожелать всем выпускникам, чтобы они наконец-то определились своими профессиями. Успешно поступили, сдали поступительные экзамены и успешно закончили. Сложные контрольные, наказы строгих учителей, веселые походы на природу, дискотеки. За время учебы было многое. Для большинства выпускников школа стала вторым домом. Удачи в сдаче ЕМТ, экзамены, хорошо учиться, не подвести учителей к родителям. Я желаю вам, ребята, чтобы вы с честью прошли эти испытания, чтобы ваши мечты исполнились. Вы – надежда ваших родителей. Все, что родители не воплотили в себе, они надеются увидеть в вас. Выпускной сегодня еще и в начальных и переводных классах. Для них эта линейка обычная, а вот 11-классники в школу больше не вернутся. В знак прощания они исполняют последний школьный вальс. На путстве виновникам торжества адресуют друзья, близкие, учителя. Присоединился к поздравлениям и депутат городского маслехата от Демократической партии Акжоу Алибек Ашмагамбет. Дорогие учителя, родители, дорогие наши выпускники и школьники, сегодня мы совместно с молодежным крылом демократической партии Акжоу пришли поздравить вас с этим прекрасным праздником майским 25 мая. Как и обычно по всей стране проводится последний звонок для наших школьников. В этот день для многих наших школьников он звучит долгожданно, начинаются летние каникулы, а для многих из наших выпускников это последний звонок. Вы вступаете во взрослую жизнь и вам нужно принять ответственные решения, но я надеюсь, что в будущем те базовые знания, которые получили в школе, вы сможете использовать во благо. Впереди для выпускников ответственный момент сдачи экзаменов, где продолжить учебу дальше, выбор каждого. Главное помнить, что неудачный экзамен – не повод расстраиваться. Марина Горбук, Дориан Досимбиев, Александр Грабриев, ТДК-42. Окончание школы совпало с наступлением жаркого периода. Продолжить празднование последнего звонка многие ученики отправились в городской парк культуры и отдыха. Чтобы предупредить чрезвычайные ситуации, на берегу Чигана спасатели установили пост, где дежурят специалисты. Они проводят разъяснительную работу по пользованию плавательными средствами. Объясняют школьникам, как вести себя на берегу и на воде. Хотелось всем гражданам нашим сказать, чтобы были внимательны к себе, к своим близким. В особенности к школьникам, к детьям. Контролировали, где они находятся во время гуляния. Потому что некоторые родители даже не знают, что их дети возле реки. Или сегодня, к примеру, в парке. И попросил бы всех, чтобы, несмотря на то, что у нас открылся в этом году полноценный мост через реку, чтобы не производили прыжки оттуда. Это очень опасно. В городе после наступления теплой погоды продолжается текущий ремонт дорог. Водители, использующие улицу Гагарина, сейчас передвигаются с чрезвычайной осторожностью. На трассе заделывают ямы. Кроме этого, участок по проспекту Евразия наполовину закрыт. Ямочный ремонт в городе можно проводить бесконечно. Но особенно трассы требуют заплаток после схода снега. В этом году на ямочный ремонт выделено порядка 160 миллионов тенге. На эти деньги нужно привести в порядок более 80 улиц. Всего же в Уральске заасфальтировано около 250 километров дорог. Охватили более 10 тысяч квадратных метров. Это основные у нас улицы Аблхайрхана, улицы Маметова. И работы будут производиться сначала по центрально-магистральной улице, улице, по которой у нас осуществляется движение общественного транспорта, улице с большой интенсивностью дорожного движения, и в дальнейшем уже идут поперечные второсипенные дороги. Ремонтные работы продлятся до осени. Всего на реконструкцию капремонт трасс областного центра предстоит освоить порядка 2 миллиардов тенге. Водителям придется потерпеть в ожидании ровных дорог. Я рад, что сейчас дороги ремонтируются, хотя бы так. Потому что те годы вообще невозможно. Сделают, допустим, вот сейчас возьмите отруженька, вот у меня с комбината, не доделали дорогу. Вот, как-то вот так вот кусками лепят, лепят. Надеюсь, в этом году все это исправят. Надеемся на это. А водители потерпят, хотя бы так, чем никак. В городе запланирован ремонт 20 километров автодорог. Роман Копняев, Айбула Джигепар, Александр Грабрев, ТДК-42. Далее в выпуске мы представим вашему вниманию не менее интересные события в специальном видеообзоре. Солнечная электростанция в Акмолинской области стоимостью почти в 140 миллионов евро может стать объектом выставки Экспо-2017. Это, пожалуй, самый крупный из подобных проектов в республике. Его реализация готова к старту. Выполнены все необходимые процедуры, проведены все согласования, схема выдачи мощности, получены технические условия на подключение к сетям единого системного оператора. Словакские инвесторы, поддержав инициативу главы государства инвестировать в экономику Казахстана, подготовили техническое обоснование проекта и всю документацию. К международной выставке Астана Экспо-2017 «Энергия будущего» солнечная электростанция на территории Шахтерского города станет одним из показательных примеров зеленой энергетики. Казахстанские работодатели нуждаются в технических специалистах средней квалификации. В 2015 году впервые был проведен опрос около 4000 работодателей для определения потребности в кадрах в разрезе профессий и занятий. В 2016 году анкетирование прошло уже более 7000 казахстанских работодателей с общей численностью сотрудников более 880 тысяч человек. По результатам опроса расчетная потребность в работниках в этом году составляет 134 тысячи человек. Основной спрос приходится на сотрудников в секторе услуг, таких как торговля, финансовая и страховая деятельность, операции с недвижимостью. В реальном секторе экономики совокупная потребность в кадрах оценивается в 49 тысяч человек, при этом почти половина из них требуется в сельском хозяйстве. В сфере промышленности основной спрос на работников ожидается со стороны обрабатывающей промышленности, а более всего в производстве одежды и обуви, также изделий из дерева. Предприятия этой сферы в совокупности могли бы увеличить штат сотрудников более чем на 10%. В Казахстане отзывают седаны Mitsubishi Lancer. Как сообщили официальные представители, причина глобального отзыва седанов Mitsubishi Lancer, выпущенных с 2003 по 2008 год, стала вероятность некорректного срабатывания подушки безопасности переднего пассажира, в результате которого в лицо человеку могут быть выброшены металлические остатки пиропатрона. Всего в Казахстане было продано 409 машин, попадающих под отзыв. Владельцам этих автомобилей настоятельно рекомендуют связаться с дилерами Mitsubishi и запланировать визит в сервис для бесплатной замены дефектного узла. Проверить, касается ли отзыв машины, можно на сайте официального представительства марки в разделе «Сервисные программы». В Уральске готовят к спуску ледокол. Заказчиком судна является пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. Ледокол строится специалистами АУНИ и гидроприбор. Это предприятие в советские времена считалось секретным. Здесь изготавливали морские мины и глубоководные аппараты. Поэтому характеристики нового корабля до сих пор держатся в тайне. Ледокол строится на стапелях судоремонтного завода. Как отметили в АУНИ и гидроприбор, в одну из холодных зим бухта Баутина в Каспийском море замерзла. И пограничные корабли не смогли выйти на рейд. Поэтому заказчиками и было принято решение о строительстве ледокола. Судно, которое сейчас строится, Кожамукан, его водоизмещение 150 тонн. Поэтому, чтобы спустить это судно, мы достраиваем его на стапельной площадке Уральского судоремонтного завода. Он реализует принцип секционного строительства. То есть секции изготавливались в гидроприборе, затем транспортировались. И там окончательно собирается и будет спущено на стапельной площадке. Его особенность в том, что это судно имеет очень прочный корпус. И предназначено для того, чтобы ломать лед и проводить другие судны. В Аунии гидроприбор за более чем 40-летнюю историю построили более 30 плавсредств различного назначения. Среди заказчиков Министерства обороны, пограничная служба, Министерство по чрезвычайным ситуациям. Речные суда и катера, а также плавучий причал в порту Баутина до сих пор успешно эксплуатируются. В отличие от кораблей, которые изготавливаются на кораблестроительном заводе «Зенит», вот этот ледокол будет спущен в затоне имени Чапаева. Поэтому его спуск пройдет без особых церемоний. Единственное, что огорчает судостроителей, это низкий уровень Урала, который в этом году поднялся только до 540 сантиметров. Роман Копняев, Айбулат ЖГПР, Александр Грабарев, ТДК-42. В Уральске состоялось первое заседание Совета общественного согласия. В его состав вошли представители политических партий, профсоюзных организаций и руководители этнокультурных объединений. Председателем Совета назначен Нажимеден Яскалиев. Новый институт призван рассматривать проблемы семьи, воспитание молодежи, безработицы, условий труда на предприятиях, а также взаимоотношения народов, проживающих на территории Республики Казахстан. О том, что Советы общественного согласия должны создаваться во всех сельских округах, президент Казахстана заявил на 20-й сессии Ассамблей народа Казахстана. На сегодняшний день только в Западно-Казахстанской области уже организовано свыше 230 советов. В состав Совета области вошло 48 человек. Уже проведен ряд мероприятий. Основная их задача – укрепление взаимопонимания решений вопросов, волнующих общества. Совет общественного согласия нельзя не путать с Советом общественности, который в области есть. Это чисто такая идеологическая площадка для всех политических структур и общественных организаций решения идентичного единства Казахстана, сохранения стабильности и обеспечения общественного согласия. Утвержден план работы, в рамках которого будут рассмотрены вопросы по обращениям граждан. На уровне сел будут рассматриваться важные социальные проблемы. Например, в Селектинском районе положение семьи с низким уровнем дохода – проблему инфраструктуры. Большое внимание и в городе, и населении необходимо уделять работе с молодежью, считают участники Совета. Я так считаю, что вопросы общественного согласия, недопущения конфликтов – это надо проводить и актуально, наверное, среди молодого, а не молодежи. Поэтому предлагаю в раздел «Проводимые мероприятия» обязательно включить несколько мероприятий, которые бы касались воспитания молодежи, принятых мер по отношению к молодежи. В том числе, я полагаю, будет актуально по работе в социальных сетях. Совет Согласия – новый институт, поэтому необходимо проработать подходы в рамках его работы. Заседания Совета будут проходить ежеквартально. Марина Горбук, Нуран Кунашев, Александр Грабарев, ТДК-42. В Уральске появится памятник Дине Нурписовой и Курмангазы Сагербаеву. По замыслу проектировщиков, композитор и его талантливая ученица соединены в одном архитектурном ансамбле. На изготовление и установку памятника выделено 67 миллионов тенге. В областном управлении культуры отметили, что идея поставить памятник великим музыкантам Дине и Курмангазы возникла давно. Но средства на осуществление проекта выделены только сейчас. В этом году мы празднуем 155-летие известного киши композитора Дины Нурписовой. И в рамках ее юбилея у нас планируется установка памятника скульптурной композиции, посвященной Дине Нурписовой и ее учителю Стазу Курмангазы Сагербаеву. Работы уже начались. В инспекции по охране историко-культурного наследия сообщили, что в 2015 году в области были установлены 6 памятников. Монумент Дине и Курмангазы украсят архитектурный ансамбль областного центра. Курмангазы сидячий в сидячем положении в руке домбра и рядом стоит сам один в образе молодой девушки. Изначально планировалось место установки памятника в сквере рядом Атриума, то есть на пересечении улиц Жван-Молдогалиева и Курмангазы. Но данное место еще будет уточняться. Также решается вопрос о выделении средств на памятник трем казахстанским героиням – Хиоаз Доспановой, Маншук Маметовой и Али Молдогуловой. Роман Копняев и Бладжигепар Александр Грабрев, ТДК-42. Представители Ассамблеи народа Казахстана приняли участие в массовом велопробеге, который состоялся в рамках мега-акции «Дорожные карты. Миры и согласия». Организаторами выступили сотрудники областного управления культуры и спорта совместно с представителями Акжаикского района. Жители Акжаикского района встретили уральцев под давней традицией – кожей и баурсаками. И это неудивительно, ведь гостеприимству сельчан можно только позавидовать. После теплой встречи стартовал велопробег. В нем приняли участие представители Ассамблеи, студенты и руководство области. Велопробег, конечно же, стал символом здорового образа жизни. Кроме того, воплощением единства народа всей Западно-Казахстанской области. Дорогие Акжаикцы, каждодневным трудом вы укрепляете экономику, стабильность, внося вклад в дальнейшее развитие нашей страны. Пусть осуществятся все ваши планы и мечты. Мы связаны единой мыслью мира и добра на нашей земле. Акжаикский район – родина известного казахстанского поэта и писателя Жубана Молодогалеева. Участники велопробега возложили цветы к его памятнику. Редакция телеканала ТДК-42 поздравляет всех учителей, выпускников и их родителей с окончанием учебного года. Одежда ведущим предоставлена бутиками «Промот» и «Купер». Торгово-развлекательный комплекс «Сити-Центр». Прогноз погоды на 26 мая. Уральск – плюс 14, плюс 28. Актау – плюс 15, плюс 28 градусов. Актубе – плюс 10, плюс 26. Атырау – плюс 18, плюс 30 градусов. Кокшитау – ночью плюс 12, днем плюс 27. Костанай – плюс 13, плюс 28. Козелурда – ночью плюс 17, днем плюс 32 градуса. Павлодар – плюс 15, плюс 28. Петропавловск – плюс 14, плюс 28 градусов. Толдукорган – плюс 10, плюс 23 градуса. Тарас – плюс 15, плюс 28. Усть-Каменогорск – ночью плюс 13, днем плюс 24. Караганда – плюс 12, плюс 24 градуса. Шумкен – плюс 17, плюс 30. Алмата – плюс 16, плюс 24. В столице республики Астане – ночью плюс 16, днем плюс 25 градусов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова